Легендарный внедорожный ралли-марафон Дакар снова меняет континент. Следующую гонку проведут на Аравийском полуострове. Маршрут ралли-марафона проложен практически через все административные округи Саудовской Аравии. Гонка стартует в городе Джеде, где находится легендарный фонтан короля Фахда, который выбрасывает воду со скоростью 375 км в час. Затем пилотов и механиков ждет отдых в столице страны Эр-Рияде. Развернувшись в регионе Эш-Шарке, Дакар финиширует в городе-курорте Аль-Кидия, строительство которого началось только в прошлом году. А самый первый марафон начался в Рождество 26 декабря 1978 года. На старт гонки, который состоялся на площади Тракадера в Париже, выехало 182 участника. Протяженность маршрута первого ралли-марафона составила 10 тысяч километров, а завершился марафон в столице Сенегала, Дакаре. С тех пор гонку почти 30 лет неизменно проводили на африканском континенте. В 2008 году из-за атаки террористов и гибели четырех граждан Франции ралли-рейт отменили, а годом позже перенесли в Южную Америку, где Дакар и проводился 10 лет. Последний ралли-марафон прошел на территории одной страны — Перу. Маршрут гонки на 70% состоял из песчаных дюн, которые покрывали спецучастки и пустые ики. Победителем гонки в классе внедорожников стал Насер Аль-Атия из «Тойоты». Среди грузовиков лучшим оказался экипаж Эдуарда Николаева из команды «КамАЗ-Мастер». А российская мотогонщица Анастасия Нифонтова стала первой женщиной, которая проехала весь ралли-марафон в классе «Оригинал Бай Матюль», где участники едут без поддержки механиков. Перенос гонки в Аравию поможет большинству команд сократить расходы, а организаторы ждут больше европейских участников на старте марафона в январе. Субтитры создавал DimaTorzok